В нашем институте 80 лет. Есть повод многое вспомнить, переосмыслить, воскресить какие-то эпизоды прошлого, рассказать о людях, которые оставили след в его истории. Мои 48 лет работы, а точнее говоря, службы в институте, я думаю, позволяют мне рискнуть сделать это. Хотелось начать с очень давних времен. Это 1932 год. Академик Александр Евгеньевич Ферсман, инициатор, первый председатель уральского филиала Академии наук. И создание научной базы для индустриализации Урала. 1937 год это геологический сектор в Уфане. Ну и 1939 год это горно-геологический институт из трех отделов горного, геологического и геофизического. Ну а дальше война. То есть эти два лозунга, все для фронта, все для победы. 21 сотрудник института участвовал в боевых действиях. Причем многие провели практически всю войну на фронте. С большим числом наград. Ну среди вот участников войны это и директора, это Александр Михайлович Дымкин, это и Лев Николаевич Овчинников, Василий Александрович Прокин участвовал, Павел Владимирович Покровский, Геннадий Фомич Червяковский, ну и так далее, и так далее, и так далее. 21 человек. Ну а все, кто работали в институте, ну все силы сотрудников были брошены на обеспечение сырьем промышленности. Геологи решали задачи изучения месторождений, расширения известных, поиск новых, ну и множество примеров можно приводить. Но вот самый яркий пример это бокситовое месторождение на Урале, их открытие, исследование алюминиевых руд. Ну вы понимаете, насколько это было тогда важно. Александр Евгеньевич Ферсман, он два года прожил в Екатеринбурге во время войны, 41-42 год, ну частично он работал и жил в Эльменском заповеднике. Его роль в деле мобилизации ресурсов Урала, она просто, ну она беспредельна. Первый директор института Лев Дмитриевич Шевиков, академик, он горняк, он специалист в области теории, проектирования шахт, разработки месторождений. Стартовый импульс развития института дала война. Институт должен был решать практические задачи по обеспечению страны природными ресурсами. Ну и все, что было в силах, значит, сотрудники института сделали. После военные годы, ну такой большой отрезок, я возьму 46-56 год. Вот, это закладка основ института, формирование его структуры, формулировка основных направлений работы. И вот здесь невероятная заслуга директора Аркадия Александровича Иванова. Он сам специалист в области, значит, геологии и геохимии месторождений, полезных ископаемых. В его время начались развития лабораторной базы. Он прекрасно понимал, что геолог не может обойтись одним микроскопом, одним молотком. Тогда уже ему удалось, значит, что-то из Москвы, какое-то бэушное, старое оборудование перевести. Но были созданы группы и спектрального анализа, и экспериментальной минералогии. Первый масс-спектромет в то время появился, первый дифрактомет, самодельный еще. Вот те отцы-основатели вот этого периода, они заложили основы, которые живы и сегодня. И мы им в ножки кланяемся, мы им искренне признательны. Вот это десятилетие, потом 58-й год. Это дезинтеграция института. То есть из института выделился институт геофизики. Звездный период и Академии наук, и вообще науки в СССР. То есть наука двигалась невероятно, невероятными темпами. Это мотивировалось и необходимостью повышения обороноспособности страны. Был сформулирован круг задач и проблем, над которыми целый институт геофизический может на Урале работать. И он выделился. 57-59 год, это директор Александр Алексеевич Пронин. Это период исследования тектонического развития Урала. Георгий Алексеевич Смирнов, воевавший причем тоже. Это палеогеографические исследования. В 50-е годы это поисковые работы на нефть, газ. В Западной Сибири Георгий Николаевич Папулов, сотрудник нашего института, палеонтолог, стратеграф. Были начаты стратеграфические, фундаментальные работы в области мезокальноизольских образований этого региона. Они очень большую роль сыграли. Очень важный период, 59-66 год, институт праздновал 25-летие со временем своего образования. Это период очень значительного расширения профиля работы института. Наш институт стал в это время называться институтом геологии и геохимии. Инициатива всего коллектива и инициатива директора. Это Льва Николаевича Овчинника, тоже воевавшего, тоже много сил положившего институту. Он был невероятной личностью. То есть я с ним пересекался, когда он уже уехал в Москву и там стал директором института. Человек невероятной энергии, широты интересов научных. Он поддерживал все научные направления, все новое. Это в его время началась изотопная геохимия, изотопное датирование, абсолютное датирование объектов. Оценка возрастной зональности строения Урала. Очень многое связано с его именем. В этот же период пришел Дмитрий Сергеевич Штейнберг, петролог-энциклопедист. И он с 1957 года очень длительное время заведовал лабораторией петрографии. Он создал мощнейшую школу петрологов здесь на Урале. Все время преподавал в Горном институте. За его авторством были учебники по петрографии. Но эти основы института, заложенные в послевоенные, в 60-е годы, структура задач института полностью оформились. В 1970 году институту присвоили имя академика Александра Николаевича Заворицкого. Это исследователь геологии Урала, очень много работавших. У него большое число публикаций, монографий посвящено петрографии Урала. В период 1967-1976 год директор Святослав Пнецович Иванов. С ним ассоциируется новая глобальная тектоника, новое направление в науках о Земле. В то время активно работал очень Борис Иванович Чувашов. Это изучение разрезов Перми. Институт стал лидером в изучении пермской системы. Был прогресс и расширение аналитических возможностей института. Появился первый микрозондовый анализатор, рентгеноспектральный анализатор. Это открыло возможность исследования в области минералогии, геохимии, геологии, петрологии на микроуровне. То есть этот прибор позволяет получать аналитические данные по составу на уровне с локальностью единицы микрон. В период 1977-1986 год этот директор приехал к нам из Сибири, Александр Михайлович Дымкин. Тоже участник войны, причем прошедший войну. Он меня принимал на работу. Я пришел в институт 26 лет и стал руководителем, кандидатом в наук, но стал сразу же руководителем, пускай небольшой группы. И я не умел, и не знал. И были даны средства. Езжайте, договаривайтесь, заказывайте приборы, покупайте что-то и так далее. Но организуйте что-то. Тот вот Александр Михайлович Дымкин, невероятный был директор, совершенно доверял мальчишке какому-то. Мальчишке, вот создавайте, начинайте работать по парламенту физики минералов. Мне кажется, это интересно что-то. Я ничего не... Но мне кажется, это интересно. Истинный лидер коллектива был. Он не так долго проработал, он уехал директорствовать в Москву, к сожалению. Он начал многие работы, большие работы по исследованию минерально-сырьевой базы, рудно-магматических систем. При нем было опубликовано, ну, обобщающая серия глубоких, серьезных, большеобъемных монографий. Капитальный труд звучали работы, были известны широко и в России, и за рубежом. Это работы Краснобаева Артура Натальевича в области минералогии и изотопной геохимии. Значит, он занимался так называемой цирконологией, долго бился за вот этот термин введения в науку. То есть исследование минерала-геохронометра циркона, вот он ввел понятие цирконология. В 88-й год новая дезинтеграция института. В Вельменском заповеднике был создан институт минералогии. Наш институт поделился тремя лабораториями. То есть туда уехал Всеволод Николаевич Инфилогов, директором этого института. С ним уехала полностью его лаборатория, и еще две, частично две лаборатории туда переехали. Новейшая история, что ли, это 87-й, там, 11-й год. Институт возглавлял Виктор Алексеевич Каратеев. Это тяжелейшее время. Это время выживания и сохранения института. В период распада Академии наук СССР, разрушение структур Министерства геологии СССР, геолого-разведочной отрасли, закрытие отраслевых институтов, ну и так далее, и так далее. То есть деградация полнейшего, 90-е годы, полнейшая деградация аналитического оборудования, имущества институтов, нищенского существования ученых, эмиграции. Ну, у нас не так много уехало, но и это было. У меня была возможность уехать, были приглашения, так сказать, весьма-таки перспективные, в институт Макса Планка и так далее. Но слава богу, что вот не перешагнуло я через это, это слава богу, так сказать, ума хватило. Значит, тот период был тяжелый. Это заслуга Виктора Алексеевича, что институт сохранился. Все аналитическое оборудование было рассредоточено по исследовательским лабораториям, а Каратеев создал единую лабораторию аналитическую. Ну, потом это стало центром коллективного пользования, ну вот, который уже я создавал, значит, в последующем. В 2001 году Виктор Алексеевич организовал журнал «Летосфера». Этот журнал существует и до сих пор, ему 23 года и очень много. До последнего дня Виктор Алексеевич был его главным редактором. Платформа, на которой мы обменивались новыми научными достижениями и так далее. В 2003 году большая группа сотрудников института получила премию правительства, тоже важно. Очень много было сделано Валерия Владимирович Черных. Это в области стратеграфических шкал Нижней Перми. Там обоснована корреляция границ всех ярусов. Борисом Ивановичем Чувашовым, ну и многими сотрудниками. Значит, дальше, ну, период еще один, это 11-16 год. Я был эти пять лет директором института. Все 75 лет истории своей институт жил, работал в здании постройки конца 19 века. В центре Екатеринбурга предшествующее поколение надстраивало, делало предстройки. Но были деревянные перекрытия, пожарники нас закрывали неоднократно. Но привезти прибор весом там тонну-две, а сейчас такие приборы, и поставить на деревянный пол, удалось обосновать на уровне правительства Российской Федерации. Вот полномасштабное финансирование это строительство. Был разработан новый проект под конкретное научное оборудование. Началась стройка. Стройка шла очень тяжело. Но, тем не менее, в конце 15-го года мы получили акт соответствующих органов о том, что это здание принято. На нем я оставил все остатки своего здоровья, и столько нервов было потрачено. И в основном этим и занимался. Значит, это 14 400 квадратных метров. В основе современный проект. Удобное помещение для сотрудников. Там блок общего назначения с двумя залы. Там холлы, музеи. Музей научных коллекций. Там библиотека. Ну, самый научно-образовательный модуль. Но самое главное, это вот лабораторный модуль, блок особо чистых помещений большой площади. Там для всякого рода анализа. И все эти помещения построены, специализированные помещения. Они подстроены под определенный прибор. И за это время, вот из средств, которые выделило правительство на стройку, большие суммы сумели сэкономить в постройке. И купили приборы. Мы оснастились. Дальше этот период был опять сложный. Потому что началась реформа Российской Академии Наук. Это было что-то немыслимое. Создалось ФОНО. Институты перешли из ведомства Российской Академии Наук в ведомство ФОНО. Ну, новые научные показатели, новая отчетность и так далее. Ну, то есть, немыслимо было. Сложно. Но, несмотря на то, что мы переехали из того здания, перевезли оборудование, перевезли научные коллекции, перевезли 100 тысяч книг, больше 100 тысяч книг, упаковали их там, разокупали и так далее. Все это было... Несмотря на это, научные исследования продолжались. И монографии выходили. В это время мы активно занимались подготовкой кадров для вот этих новых наших приборов, для физико-химиков, аналитиков. То есть, было сложное время, но было очень интересно. Новейшая история. 16-й год, 24-й год. Было за это время много интересных инициатив по интеграции Института геологии нашего, Института геофизики, который здесь, и Института минералогии в единый Уральский федеральный исследовательский центр наука Земле. Было очень много сделано. Были собраны документы и так далее. Я занимался, начинал эту работу. Я двумя руками был за это. Мы могли получить и дополнительное финансирование за это. Это дало бы импульс. Я думаю, что эта интеграция, она была бы полезна. К сожалению, не довели до конца. Исторические всякие экскурсы в историю, они нужны для того, чтобы не повторять ошибки предшественников. Это первое. А во-вторых, вот нужно подумать, проанализировать, разработать стратегию и программу научного развития Института. Это учесть и задачи отдельных лабораторий, их возможности, и специфики Института в целом, и тех задач, которые страна перед нами ставит. Мы в особое время живем. Идет операция на Украине. И геология в условиях санкций и так далее. И востребованность. Ну, надо во все двери стучаться, шуметь и требовать просто. Потому что, ну, не совсем, видимо, так сказать, понятно где-то, что ситуация очень может измениться в худшую сторону. Если мы потеряем вот эту связь научную, научное обоснование, прогнозных и всяких ресурсных оценок и так далее, и так далее. Проблема номер два в Институте – это кадры, молодежные кадры. Какие мотивы были вот у людей, прошедших войну? Они счастливы были закатать рукава и заниматься мирной жизнью. На каких автомобилях? На студебекерах американских ездили вот после войны на полевые работы. Причем раздолбанных, простите за грубость. Раздолбанных совершенно. Никаких палаток, вообще ничего не было. И люди зимой ездили, зимние условия с ними, и ездили. Потому что горели эти. В каждом конкретном случае мотивация разная у человека. Если у нас бы была программа развития кадровой политики, потому что кадры решают все, молодежь самое главное. Но у нас есть такая политика в области, так сказать, специалистов-физхимиков. Постоянно мы работаем с Уральским федеральным университетом, там нет геологического факультета, нет. Но мы черпаем кадры из химических, естественно-научного института, из института физико-технического института. В центре коллективного пользования, там у нас средний возраст, там, ну, наверное, 30, ну, 35 где-то лет, так. То есть я там, ну, совершенно супер пожилой человек, а там сплошная молодежь. А где геологи? А геологов полтора человека, потому что нет мотивации. Я не знаю, в чем причина. И в горном институте обучаются в основном люди, приезжающие из Казахстана, вот оттуда. Но они туда и возвращаются, а наши ребята не идут. Значит, нужно идти в школы. Очень многие вот геологи, зав. лаборатории, они ходили в школу юных минералогов и геологов. Такая была, такая была. Вот оттуда у них этот интерес. И они все коллекционеры, они собирают камни, они с детства уже это впитали. Плюс к этому династии. Вот еще очень важный фактор династии. Я старался, ну, окружить себя максимально молодежью. То есть всегда со студентами, всегда вот молодежь, молодежь. Ну и вот это хобби. То есть там в 37, что ли, я защитил докторскую, где-то в 39, 38. И вот случайно стал заниматься художествами, картинками всякими. Значит, и вот это поддерживают. Потому что приходишь вечером с головной болью ужасной, там после чего-то. С кем-то поругался или еще что-то. Переключаешься на другую половину. Значит, и боль проходит, и как-то отвлекаешься. В Свердловске, в Екатеринбурге нашлось достаточно много людей в сфере науки, рисующих, значит, или пишущих даже и маслом, и так далее, и так далее. Мы объединились в сообщество, ученые-художники. У нас выставок было, ну, штук 10-15. У нас был дом ученых свой. Ну, сейчас его нет. Там вообще регулярные выставки. Потом мы в Москву даже возили что-то. Очень неплохие были выставки. В Новосибирском Академгородке точно такое же сообщество, значит. Какие-то обмены были и так далее. Ну, какая-то общественная жизнь. Понимаете, вот эта клубная жизнь, которая сейчас, она полностью... Ну, может быть, где-то она существует. Ну, мне кажется, что она в виртуальную превратилась. Вот она все равно какие-то силы давала. Ну, надо искать подходы и методы. Но я верю в светлое будущее. И с праздником хочу заключение всех поздравить. Субтитры создавал DimaTorzok